Основатель Миря национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон в районе Хуросон Хатлонской области дал старт созданию 150 гектаров нового виноградника и посетил выставку достижений хозяйственников городов и районов Хатлонской области. Новый виноградник будет создан акционерами фермерских хозяйств района с целью увеличения объема экспорта винограда за рубеж. В знак почитания заслуг президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмамали Рахмона, в сфере сельского хозяйства, особенно в области садоводства, вновь созданный виноградник был назван в честь лидера нации. На площади в 150 гектаров, разделенных на 8 участков, посажены 10 сортов, ориентированных на экспорт винограда, в том числе 48 гектаров сорта голоба, 31 гектар хусайни-сиёх, 20 гектаров хусайни-софет, 2 гектара хусайни-гулоби, 2 гектара кардинал, 25 гектаров шохона, 6 гектаров кишмиши-софет, 8 гектаров кишмиши-сиёх, 3 гектара зарифи и 5 гектаров тойфи. В общей сложности 42 тысячи виноградных кустов. Данные саженцы были опробированы учеными Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан и признаны подходящими для климата районов Росон. На трёх участках сада созданы парковка и автостоянка, и наряду с обеспечением хороших условий для виноградарей, они также оснащены всеми видами сельскохозяйственных механизмов и техники. С созданием нового виноградника около 150 местных жителей будут обеспечены работой. Сельскохозяйственные механизмы и техника для создания виноградника были обеспечены государственным унитарным предприятием «Таджик Агролизинг». И в дальнейшем по запросу хозяйственников будут также предоставляться все необходимые механизмы и техника. В рамках годов развития села, туризма и народных ремесел и с целью развития сферы агротуризма на двух участках были созданы выставочные уголки площадью 5 гектаров. Согласно плану, в этих уголках будут высажены 10 сортов лучших отечественных и зарубежных сортов винограда. Для хранения и осуществления без потерь импорта собранного урожая за рубеж будут созданы холодильные помещения в каждом хозяйстве. Для этого выделен 1 гектар земли. Правила высаживания саженцев и их выращивания во вновь созданном саду полностью осуществляется по рекомендации ученых сферы. Виноградник создается с использованием богатого опыта земледельцев города Турсунзаде, в том числе руководителя хозяйства Ватан Неймата Усмонова. При этом учитывается богатый опыт земледельцев, и впредь их советы и наставления будут приниматься во внимание. Для обеспечения виноградника поливной водой проведена отдельная линия со специальной скважиной Табиат-2 протяженностью 3,5 километра. В этом контексте ответственные работники Агентства по мелиорации и ирригации полностью отремонтировали существующую станцию, а также смонтировали два агрегата. Виноградник в районе Хорусон создается на основе плана мероприятий во имя достойной встречи общенационального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и способствует реализации целей государственной программы развития сферы садоводства и виноградарства на 2016-2020 годы. По утверждению ученых сферы садоводства и виноградарства, новый виноградник через 3-4 года будет приносить урожай в объеме 4,5-5 тысяч тонн. После этого лидер нации, уважаемый Эмамаль Рахмон, ознакомился с выставкой достижений земледельцев городов и районов Хатлонской области. Выставка стала отражением изобилия сельскохозяйственной продукции, в том числе багарных культур, овощей и фруктов. В 2019 году земледельцы Хатлонской области произвели продукцию на сумму более чем 13,4 миллиарда самани и наряду с обеспечением внутреннего рынка качественной продукцией способствовали ее экспорту за рубеж. Выставка сельскохозяйственной продукции состояла из нескольких секторов. В общем, здесь были выставлены более 20 видов продукции, в том числе винограда, яблок, груш, лимонов, сухофруктов, арбузов, дынь и других. Представленная продукция пригодна для сохранения в зимний период. Здесь же главе государства были представлены саженцы абрикосов, яблонь, груш, слив, хурмы, персиков и других саженцев деревьев, а также сезонные цветы и кустарники. Широкая выставка сельскохозяйственной продукции в районе Хрусон является свидетельством самоотверженного труда жителей городов и районов Хатлонской области во имя достижения желанных результатов. После знакомства с достижениями, представленными на выставке, глава государства, уважаемый Эмамали Рахмон, дал высокую оценку сельскохозяйственным субъектам городов и районов Хатлонской области и напутствовал их на большее развитие сферы и эффективное использование земель. На выставке была заметна роль женщин-мастериц района Хрусон, которые представили свое искусство приготовления национальных блюд. Для этого здесь были организованы отдельные уголки и секторы. Президент страны, уважаемый Эмамали Рахмон, дал высокую оценку искусству и мастерству женщин района Хрусон и напутствовал их на сохранение и развитие народных ремесел и привлечение к ним молодых девушек. Главу государства проинформировали о том, что в районе Хрусон сохранились древние традиции приготовления национальных блюд, которые продолжаются в каждом семействе. Президент страны назвал важным делом организацию и налаживание таких выставок для большей популяризации народных ремесел, возрождения и защиты творческого наследия нашего народа. Данная выставка была организована именно с этой целью и в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел. И еще раз подтвердила, что подобные выставки очень способствуют представлению и развитию древних традиций и обычаев.